Сарсом Продакшн, а также СПИ-3 или Скоростное Дерево, Квиксель Мегасканс или Квиксельное Мегасканирование, Рэй Энжин или Рука Ядро Продакшн представляет, а также Чёрный Экран, ведь у разработчиков закончились деньги на дальнейшую разработку игры. По всей видимости, конец. Здорово. За что люди платят деньги, непонятно. Ах, вот и продолжение. Сбылось предсказание Ванги в игре Resident Evil 4. Солнечное затмение у нас случилось с вами. Ну что ж, Resident Evil 4. Вы просили, ну так, ребятушки, вот же получайте. Итак, 2005-2023 год. Скачок в будущее. В промежутком во сколько лет? В 18 лет разница. Представляете, 18 лет прошло. Да, 18 лет прошло, как выпустили Resident Evil 4 ремейк. Ну что ж, Таёжные леса где-то в степи. Это где-то в какая-то тайга, скорее всего, в России. Как всегда, мы с вами вспоминаем, у меня флешбеки из Метро Экзодоса происходят. И сегодня мы с вами, ребятушки, окунёмся в прайти снова сюжет и познайте нам, говорят, кошмар. Но прежде чем это сделаем, разумеется, невозможно не затронуть графические параметры, как мы с вами это любим делать. Управление, конечно же, у нас с вами всё настроено на клавиатуру, даже невзирая на то, что у меня подключен сейчас геймпад. Почему он мне его предлагает к выбору? Собственно, я использую клаву, не хочу играть на геймпаде. В такие игры играть на клавиатуре лучше всего, потому что иначе это просто будет какой-то ужас. Итак, инверсия камеры геймпад, нас с вами это не нужно при изучении какой-то травы, но если мы с вами будем изучать траву, я чувствую, нас с вами явно по статье 228 задержат. А уж с учётом того, какой это кустарник зелёный, похоже, вряд ли на подорожник, я бы не сказал, больше похоже на конопляный кустарник, нас с вами посадят на очень долгие года. Ну что ж, здесь у нас с вами тёмный внешний видок, изменить угол обзора, это, конечно же, мы с вами делать, наверное, не будем. Давайте перейдём к разделу экрана. Конечно бы с радостью я включил HDR, но так как большинство людей всё-таки проголосовало за запись видеороликов в стандартном SDR формате, тем более, что не у всех у вас есть, скорее всего, HDR мониторы, или уж тем более HDR далеко не у каждого человека поддерживается на смартфоне, это самые современные смартфоны, довольно дорогие, то мы с вами запись делаем в стандартном SDR формате. Яркость, в свою очередь, нам с вами нужно поставить на стандарт. Изменяйте, пока изображение центра не станет едва различимым. Ну, собственно, едва различимым в центре, ну, как положено вроде, да? У нас же едва различим, у нас с тобой там что-то нарисовано. Ну, я же едва различаю, значит, делаем всё правильно с вами. Едва различаю. Зона видимости, ну, как положено, всё у нас с вами настроено. Обучающие сообщения, индикаторы, отображение точки, плавающие, включение отображения точки, скрывает автоматическое время роликов, используя настройку, если у вас укачивает во время игры. Слушайте, ну, если я захочу спать во время этой игры, я просто поставлю паузу и пойду спать. Хотя укачивает в двух значениях, если у кого-то укачивает, как на лодке. Отображение урона, да, у нас с вами нужно побольше добавить томатного сока по краям нашего экрана. Всё-таки люди старались, пускай будет показывать сильное отображение по краям. Ну, что ж, про дальше индикаторов, конечно же, поставим высокую, чтобы у нас с вами не засиралась картинка в общем фоне. Тип прицела белый, тип лазерного прицела красный, очевидно, да? Красный, синий, зелёный, белый, синий, зелёный. Может быть, что-нибудь поставить нестандартное? А, нет, зелёный нам с вами не нужен, наверное. Красный. По привычке, наверное, ставить лучше, наверное, лучше оставить белый. Давайте не будем менять это сами по привычке. Красный лазерный прицел, само собой. Хотя можно даже поменять точку, было бы, но лучше мы, так пусть будет красный. Биосенсорный прицел тип А, тип Б, тип С. Охренеть у нас с тобой даже. Походу в эту игру разработчик охватил денег, чтобы добавить инфракрасное видение. Охренеть. Цветовое пространство, СРГБ, ну ясен хрен. Мы с вами сделаем нормальный формат СРГБ, потому что REC 709 ещё и у нас с вами яркость отбавит. Я хочу заметить, ребята, что яркость выбрана в соответствии с параметрами средняя. То есть, по всей видимости, разработчики предполагали, что именно на такой яркости мы и будем проходить нашу игру. Но пусть будет так. Я подбавлю яркости на своём мониторе. Искренне надеюсь, чего вы тоже сделаете, потому что отображение всё в таком формате, в котором вы видите. Игра довольно у нас с вами тусклая, предполагается. Ну что ж, графика, неужели? Итак, конфигурация немножечко о моём ПК. Здесь отображение у нас с вами показано справа. В принципе, что-то большего. Здесь, ну, информации никакой не нужно. При установке установить настрой графика, соответствующую производительность вашего ПК, это, конечно же, мы не будем. Разрешение экрана 2500 на 2800, 44 Гц, частота-кадр переменного, весь экран. Вертикальная синхронизация, конечно, чтобы у нас всё синхронизировалось, как положено. В совместо с фирмой G-Sync, с ядрами, подключенными движками от моего видеокарты, от моего графического процессора, вместе с моим монитором, чтобы они синхронизировались. Это круто. Решение видеороликов, ну, ясен хрен 4К, невзирая на то, что модник у меня чуть больше, чем Full HD, разрешение мы поставим 4К, пусть будет. Чтобы у нас с тобой наш челкастик в виде главного героя Лёня из Канады. Лёня, его же зовут Леон, значит, он будет Лёней, правильно же, правильно, логика Лёня. Его зовут, если пару на русский лад перевести Лёня, чтобы у нас с тобой было более качественно и прорисовано. Трассировка лучей, ясен хрен выс, у нас с тобой, чтобы была выс, выссяная, чтобы у нас с тобой была настройка, потому что Откал, ну, такое себе, поэтому пусть будет высокая. Ну, коли RTX 3090, уж пускайте, а нет, всё на максималках. FidelityFX Super Resolution 2, я проверял, ребят, это полная лажа, вообще, это такой трын детства, тут лучше никогда в жизни вообще не включать. Ясен хрен, качество изображения у нас с тобой будет по 200%, выкрутим всё полностью на максимум, чтобы столешница и комната у нас с вами, вашего Маяковского, выглядело как положено, в 200% выкрученного коэффициента масштабирования разрешения. Благодаря этому, кстати говоря, нам не нужно использовать сглаживание, которое замыливает картинку, картинка будет более качественной, в свою очередь. Режим отрисовки обычный или черезстрочный? Черезстрочный, насколько я знаю, это полное какое-то говно, пусть на что-то мегабайт побольше будет заниматься наша видеопамять, но мы сделаем нормальную графику. И поставим режим отрисовки обычный, чтобы наш костерок выглядел более качественно, совместно со всякими разными погодными эффектами сглаживания. Как я об этом и сказал, TAA замыливает картинку, и поэтому, а уж тем более, плюс FXAA дополнительно создаёт ещё больше мыльности, поэтому мы оставим на выкол. Вы увидите, ребята, что лесенок практически никаких не будет, благодаря масштабированию разрешения на 200%. Итак, натюрморт у нас с вами. Следующее это качество текстуры. Такой натюрморт, я вспоминаю, я рисовал примерно в пятом классе на ISO. В данном случае нам предполагается качество текстуры от самого низкого до самого высокого. 8 гигабайт видеопамяти для того, чтобы наш натюрморт выглядел более качественно. Конечно же, мы ставим всё полностью на максимальное утро, чтобы наши с вами яблочки вместе с чайничком выглядели великолепно, чтобы младшеклассники могли очень хорошо и качественно чётко перерисовать всё это дело на ISO и не получили двойку. Ну что ж, высокая, ANISO X16X, либо билинейная, трилинейная и, соответственно, мы выбираем ANISO, анизитропная фильтрация. Для всех тех, кто не знает, что это такое, если обратите внимание, это, собственно, чтобы наш ковёр из тачки на прокачку... ...исламской версии в виде прокачки при помощи ковра нашей квартиры, чтобы у нас с вами не было замыливания текстурок, соответственно. То есть, как мы видим, с вами вот такой вариант и, собственно, вот такой вот вариант более качественно пририсованный. Качество сеток. Какой сетки, правда, нам с вами не сообщают. То ли сетки связаны с тем, чтобы ловить бабочек, то ли сетки антимоскитные, хрен его знает. Ну, качество, по всей видимости, полигональных сеток. Ну, ясен хрен, чтобы наши камушки и наш заборчик были видны более качественно, ну, совместно с деревьями. Поэтому поставим на полный максимум, чтобы текстурки работали у нас с вами великолепно. Какие ещё могут быть сетки? Сетка баскетбольно-волейбольная, но здесь нам вряд ли дадут возможности поиграть в баскетбол. Качество теней. Ну, ясен хрен, мы поставим максимум, чтобы когда наш сам Илёня будет ссать на стену, что он сейчас это изрядно делает, пытается... Чтобы качество его тени, падающее от единственного освещения в игре в виде свечек, ведь лампочки в игре ещё и тогда не придумали, мог видеть более качественно. Кэш теней. Ну, в свою очередь, кэш теней у нас с вами добавляет плюс чуть больше 1 гигабайта видеопамяти. Это динамические тени у дверщих объектов. Конечно же, мы их включим. Контактные тени. Ну, ясен хрен, чтобы у нас с вами лучше были, работали тени от нашего кресла и от наших с вами книжечек. Мы поставим на полный вкыл, на полный, так сказать, ультра, чтобы всё работало. Качество освещения при этом возрастает у нас с вами в разы, если обратить внимание. Поэтому контактные тени, это примерно как контактные линзы. Контактные линзы, правда, одеваются на глаза, контактные тени натягиваются на жопу. Ничего удивительного. Рассеянное затенение. У нас с вами три варианта. Выкол, САО. Ну, конечно, ссать нам с вами в игру и без того достаточно от разработчиков. Не надо, поэтому лучше мы выведем FidelityFX САСАО. САСАО, ты прикинь, как назвали функцию САСАО. Как только не придумают, чего только не придумают разработчики САСАО, конечно же. Чтобы у нас с вами наши жиросжигатели вот в этой вот области выглядели более качественно, чтобы тени от них падали лучше. И, соответственно, принцип отрисовки тени в окружающем освещении, чтобы было намного выше. У меня, что же, как мы с вами можем это не включить? САСАО с вами выбираем. Да? САСАО создает более качественные тени. Ну что ж. Чей-то батя решил с топором пойти нарубить дровишек. Собственно, у нас с вами, если обратить внимание, это качество объемного освещения. Здесь значение выкал, соответственно, не видно вот таких вот лучей. А в данном случае, как мной предполагается, что вообще объемные лучи, они, по идее, должны взаимодействовать как-то с трассировкой лучей. Причем здесь, если ставить значение минимальное, то все равно уже есть очень большой уровень. То есть, как бы, либо вариант даже минимальное уже все равно дает очень большой толк. Поэтому, разумеется, выкал мы не будем ставить. Мы поставим с вами максимальное качество объемного освещения, чтобы видеть чужих батьков, которые с топорами будут ходить, как Родиону Раскольникове, и рубить, правда, не бабок, а, как они, как говорится, Родиону Раскольникову. Может, это Родион Раскольников, который там пошел нарубить бабок? Я не знаю. Качество освещения частиц. Ну, ясен, хрен мы поставим высокие, чтобы когда кто-то будет ссать в лужу, чтобы капельки отображались более качественно. Само собой, как бы, нам с вами нужно, чтобы все это было получше. Плюс качество освещения возрастает повыше. Свечение, или так называемое по-английски слово «блум», для всех тех, кто не знает, это чтобы создавать размышленность вокруг ярких источников света. Само собой, чтобы это создавало больше реалистичности от освещаемых объектов. Например, таких, как, вот мы с вами видим, свечки. Особенно, если лампочки никто еще в этой игре не придумал. Мы с вами напоминаем в 2005 году. Отражение в экранном пространстве. Ясен, хрен, у нас с вами ничего не надо отражать, поэтому у нас с вами эта функция и недоступна. Собственно, ничего удивительного. Предповерхностное рассеивание. Для того, чтобы наш с вами Леня в 20 с небольшим лет не был таким рассеянным, и для того, чтобы не было видно настолько сильного морщины, придумали специальную функцию под названием предповерхностное рассеивание, чтобы повысить качество отрисовки кожи и сделать ему поменьше морщин. Хороший вариант. Вместо макияжа, правильно, ведь он у нас с тобой не состава ЛГБТшников, поэтому мы не будем использовать для него макияж, а просто-напросто воспользуемся функцией предповерхностного рассеивания, чтобы убрать у него морщины. Тем более, что он вроде как молодой, и у него, по идее, вообще быть не должно. Но разработчики решили немножечко его состарить. Ну что ж, детализация волос. Детализация волос, в свою очередь, для того, чтобы у нашего главного героя не выпадали локмы, для того, чтобы не было в шее педикулеза, разумеется, здесь специальная функция, это детализация волос. Можно было бы, наверное, поставить лысый или выколы и высокий, но в данном случае функцию лысые разработчики решили вырезать, для того, чтобы не смущать игроков. Мы, разумеется, ставим вместо выколы, мы ставим с вами высокое. В свою очередь, возрастает нагрузка в 150 мегабайт видеопамяти. Представляете, занимает отрисовка его лохом. Лохом или паттл, так называемых паттлы, чтобы выглядели более качественно и красиво. В свою очередь, раньше эта функция называлась, где там, в Тамбовском райдере, в Rise of the Tomb Raider. Как там вот называлась функция, кто помнит из вас? Ну-ка, HairFX, по-моему, она называлась, HairWorks, как-то там такая тема была. Ну что ж, расчленение тел. Само собой, конечно же, жестокость не особо хотелось бы добавлять, отрисовка движений, качество моделей. У нас с вами подприбавится, если мы добавим при отрубании руки нашему с вами деду. Такое чувство, как будто бы он участвует в какой-то оперной съемке, может быть, оперное выступление, я не знаю, пытается сыграть Ромео с отрубленной рукой и вскрикивает, я не знаю, или пытается петь, что с ним происходит у нас с тобой. Собственно, ну, для реалистичности, конечно же, мы с вами включим расчленение тел, потому что если это выключить дело, то тогда у нас, собственно, не будет рук, а без рук. Как говорится, быть безруковым, безруков один у нас уже есть, Hands Free, еще у него фамилия по-английски. Так что, так, не исчезающие тела, ну, разумеется, это у нас с тобой типичная московская область, бомжи из Ютьюба, которых можно увидеть каждый день, какие-то алкаши, местные валяются где-то в деревне, конечно же, нужно, чтобы их было много. Как же можно сделать мало бомжей? Пусть будет много пьяных алкашей, которые будут валяться у нас с тобой возле петуха, соответственно, конечно же, много мы поставим. Физика тел, чтобы бомжи спали друг на дружке, разумеется, они друг по другу, но, само собой, мы поставим больше реалистичности, физики тела, чтобы бомжи спали друг на друге. Это у нас с тобой Вася и Петя напились в синьку и в итоге валяются где-то в луже, лицом в грязь. Ничего удивительного, это типичные российские алкаши. Разнообразная анимация врагов, для того, чтобы бабка не копировала деда, а дед не копировал свою бабку, соответственно, ведь они же одна семья, мы с вами включаем разнообразие анимации врагов, для того, чтобы бабка с дедом... А тут они, смотри, здесь они не горбят спину, а тут они, получается, горбят спину. Так в чём плюс-то? Здесь-то они все сильнее напрягают свою спину, и она у них будет сильнее болеть. Ну ладно. Это, так сказать, не наше с вами дело. Особая анимация для некоторых видов врагов, для того, чтобы дед с бабкой, так сказать, имели особую анимацию ходьбы. Как будто бы у них... Как будто бы у деда нет простатита, а у бабки нет аденом простат. Ну ладно. Короче говоря, значит, что у нас с вами дальше? Размытость движения, разумеется, чтобы наша с вами кожанка от Харли Дэвидсон не замыливалась у нашего с вами Лёня, мы, конечно же, выключим размытие, тем более, что я его не люблю, и это очень сильно портит качество картинки. Для того, чтобы добавить несколько капель в игре, у нас с вами сильнее напрягается процессор и сильнее напрягается видеокарта. Разумеется, качество дождя мы с вами повышаем на более высокий уровень для того, чтобы добавить немножечко капелек, которые будут капать в нашего неба, когда мы с вами будем... Собственно, когда у нас с вами будет плохая погодка, в самую очередь. Конечно же, ставим на максимум, чтобы у нас с вами всё сильнее намокало в этой игре. Детализация окружения. Показатель вкыл или выкыл для того, чтобы добавить несколько камушков и рельефности не только нашего с вами пресса, но ещё при этом и земли. Конечно же, поставим на вкыл для того, чтобы у нас с вами поверхность, наших с вами текстурок, или так называемая тиссериация, была повыше и было побольше полигонов. Красота эффектов нам нужна побольше. Уничтожаемые объекты вкыл или выхыл? Интересно, уничтожаемые объекты. Если мы с вами его выключаем, то вообще ничего в игре не будет ломаться, что ли, получается? Странная логика, при этом качество модели возрастает, отрисовка движений тоже становится больше. Выключить уничтожаемые объекты, получается, ничего у нас там, никто не будет уничтожаться. Я не знаю, тогда бы уж не ломаемые руки, не простреливаемые коленки бы добавили. Блики. Ну, это что-то связанное по типу блума, для того, чтобы у нас с тобой бликовали лучики, качество при этом графических эффектов добавляет нагрузку примерно в 30 мегабайт, для того, чтобы у нас с вами бликовали лампочки, свечечки и всё там на свете. И в том числе наша задница тоже, чтобы бликовало, когда она будет бомбить. Ну что ж, дисторзия линзы мы с вами лучше поставим в икл, потому что это нереалистично, плюс хроматическая аберрация тоже нам не нужна. Поэтому качество графических эффектов включает эффект дисторзии линзы. Это нам с вами не нужно. Как, по крайней мере, мне рекомендовали, лучше этот показатель выключать, потому что это создаёт, наоборот, нереалистичность. Глубина резкости. Ну, разумеется, чтобы все были глубокими и резкими, одновременно мы с вами показатель данный включаем, для того, чтобы у нас с вами была зависимость от расстояния объектов, это эффект погружённости, чтобы у нас с вами баночки, скляночки, просроченные фрукты, продукты размывались, а старые мужики, которые стоят возле камина и греют свои ноги, выглядели более качественно. Качество ресурсоёмких освещений. Само собой, мы поставим с вами на высокие, чтобы качество ресурсоёмких освещений было с вами получше, и освещения от упавшего стула и от нашего Лёни выглядели более качественно. Ну и, в свою очередь, качество ресурсоёмких эффектов, чтобы, когда мы с вами будем ходить по говну, у нас для этого оставались следы. И, конечно же, мы поставим с вами на высокие значения, чтобы всё это качество выглядело более реалистично. Ну что ж, с настройками графики, ребята, мы с вами закончили. И теперь самое время приступить к основному сюжету Я специально все это дело разделю через эпизоды Чтоб вам было проще ориентироваться по игре Если кому было интересно, кто посмотрел Спасибо вам большое, кто дослушал Ну что ж, мы с вами, разумеется, начинаем новую игру И выбираем свою сложность Потерпев поражение, сможете изменить режим игры на упрощенный Хардкор Некоторые предметы стоят дарой противник сильнее Испытание сложнее Для игроков знакомых среди ТВ-4 Я с ними не знаком Для тех, кто не играл в ТВ-4 в 2005 году Конечно же, мы в него не играли Поэтому мы с вами... Нет, это нам с вами не надо Но... Нет, это нам не надо Давайте лучше обычный... Обычная сложность Итак, загрузка у нас с вами начинается И кошмар тоже в том числе Ну что ж, всем привет, друзья, ребята Еще разок, и мы с вами начинаем поражение обитель зла 4 Итак, дополнительные карты сокровищ Добавлены в ваши карты Теперь на ней отмечен тайный сокровищ Прикинь Дополненная карта сокровищ Дополненная карта сокровищ Еще из фильма Острова Сокровищем Этот... Чёрный пёс He wants to be Будем с вами Этот... Искать сокровище Этого... Как он? Это был... Капитан Адмирал Женщина пытается освободиться Баба, не дергайся О, кукла-склан Нихрена себе Что-то тут ребята сейчас будут из неё изгонять бесов. Все какие-то в маске. Глория какая-то за зловещие напевы. Баба, пой давай, говорят тебе зловещие напевы. О, всё, сейчас кукла Склан тут у нас с тобой совершит жертвоприношение. Оп! Всё, и месячные у нас с тобой потекли её где-то по медальону. Какой ужас, хотел бы я сказать, но не буду этого говорить. Месячные у нас с тобой растеклись. Капком-презент. Сарсом-презент. Сарсом представляет. 30 сентября. О, какие у нас с тобой морды красивые. О, лысый. Этот мистер Хэ. Лысый гибиционист в шляпе. Ядерный взрыв. Расхреначили городок где-то. О, выступление Байдена. У нас с тобой Байден хвалит Лёню. За хорошую службу и здоровается с воздухом. Тяжёлое задание. У нас с тобой ЛГБТ-шный командос с красненьким беретом. С красной розовым. Забыть о той ночи. О, Марвин Браннон. У нас с тобой. Негр афроамериканский. Бодрая музыка в стиле фламинго. В стиле фламинго. Тэр-э-тэ-тэ-э-тэ-тэ-э-тэ-тэ-р. Итальяно. Мексикано. Паллизи. Что там написано? Перпелигия. О, это его подруга с этого Синдера. Он в Тиндере просто с подругой познакомился. Едем. Ищет свою подругу, решил. Друзей своих решил прихватить. Ну, помоги съездить к подруге. С Тиндера решил дружканов своих прихватить. Ну, а что, не на пикник? Конечно, на пикник бабе же едем. Все-таки. Только между нами. Ну-ка. Тут частенько пропадают люди. Но. Это началось еще черт знает когда. Ну, бывает такое. Со всякими бабами знакомятся в Тиндере. В российскую деревню поехали куда-то. В таежных лесах. Дуристов. Конечно же постараются помочь, куда они денутся. Итак, что у нас с вами? Мы с вами едем на Ладе 4х4. Точнее, это у нас с тобой Нива. Российская. Приехали. Ди-Жи-Пи какой-то у нас с тобой. Визг тормозов. Кто-то завизжал. Ну, правильно. Если у тебя, как говорится, кто свистит, тут он свистит. Если у тебя простатит. Ты будешь что-то пиво, говорит, запил. Тсс. Он сказал. Правильно, сходи поссать. О, курение убивает. Курить будешь? Ты смотри, еще и ослепнешь. Говорит, слепота написана на сигаретах. Они-то об этом не знают. Поэтому он и слепой в очках-то сидит. Крен ли. Что такое? Какие-то кресты выявляются на с тобой. И, кстати, же на этом, на железнодорожных путях такой нарисованных. Морщноватые местечки, да? Звук стекающей мочи. Хе-хе-хе. Спасибо, что пояснили. Будем знать. Испуганный мотлас. Есть тут кто, говорит? Ну, так вот. Он обосстался как раз, видишь, от страха. Пошел посмотреть, да? Старикан у нас с тобой с рацией. Вообще, по-хорошему, с рацией. С рацией! По полисе! С рацией, по лисе! С рацией, по лисе! Шум по радио! Давай, радиомаяк там, Шафутинского настраивай! Тот прошел просаться. Ну, походу. Обосстался. И помер. Ну, просто испугался. И после обосрался. Ну, как, как обычно бывает, дверь резко захлопывается. А то еще влепят штраф за парковку. Виск тормозов. Помогли, нечего сказать. Да. Штраф за парковку ему влепят. Сами себе, что ли? Штрафники. Ну, че? Ребятушки, начало прохождения. Погнали. За моей головешкой, скорее всего, что-то не будет видно. Глава 1. Ага. Ну, спасибо за пояснение. Будем знать. Так, че у нас с вами есть? Надо будет потом выяснить, и в чем дело. У нас с тобой такой вот крест. Это крест-накрест. Это железнодорожные пути. По всей видимости, у нас с тобой здесь ребята из... Я так понимаю, железнодорожников у нас с вами предстоит против них сражаться, по всей видимости. У нас с тобой повозка задрыстанная. Это чтобы вы понимали, ребята, сейчас реалистичная яркость, ту яркость, которую задумывали разработчики. Поэтому я боюсь, что вам придется яркость прибавлять, потому что я выбрал все посерединке. Батюшки мои. У нас с тобой какой-то бычок. Какой-то или олень. Хрен его поймешь. На мухах весь, прогнивший. Мясо на весь золото. Вы его не съели. Это охренеть, сколько белка пропала. Между прочим. Присесть, встать. На самом деле, мне очень неудобно такое управление, если честно. Давай посмотрим, что у нас со звуком, кстати говоря, там настроено. Громкость попадания высокая. Расположение динамиков. Ясен хрен выкал. Реверберация звука мы оставим, все как положено. Так, ну звук у нас на полном максимуме. На экране, знаешь, я бы что сделал. Все-таки яркость у нас с тобой едва неразличимая. Едва неразличимая. Давай, мы с тобой настроим вот так. Я просто не знаю, ребята, вообще, видите вы что-нибудь или нет при этом. Почти неразличим. Вот так пускай будет. Отлично. Ну вот мы с вами задали то значение, которое предполагали разработчики. Ну что ж. Я хотел поменять, кажется, да. Вот что я хотел. Управление мы с тобой сейчас поменяем. Подождите, пожалуйста, ребятушки. One second, please. One second. Потому что присесть, привстать, как говорится. Сейчас мы еще нас... Присесть, встать, уклониться. На С ясен хрен мы поставим, чтобы было более удобно. Команда Эшли. Эшли. Это наша подруга, так походу, Стиндера зовут, которую мы с вами приехали искать. Ну ладно. Так. Ну что? Добрый вечер. Слушай, может взаимодействие надо было поставить на Е. Ток-ток-ток. Какая у нас с тобой лачуга. Ну типичная деревня из тайги. Ничего удивительного. Таежная деревенька. Подожди, что я хотел? А, привязку клавиш опять поменять. А что у нас с тобой на Е интересно стоит? Давай посмотрим. Я просто привык к взаимодействию на Е. Во всех играх всегда у меня вот... Ф это обычный фонарик. Сменить вкладку меню. Зачем вопрос? Не, ребята. Ну и поставим на Е. Что-то на нас вопрос на Кью. А, я понял. На Е. Тогда пускай будет... Тогда останется, наверное... Нет, 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 нет. Я не могу. Я с этим... Я не успокоюсь. Нет. Я не могу так оставить. Не могу я. Ф меня просто вот, ну... Всего наизнанку уворачивать, если я буду такую букву использовать. Кто такое управление делает? Только с арсом способны делать такое кривое управление. Давайте, где там буква Е, Ф? А, у нас с тобой смотреть, взять предмет тоже. Вот. Смотреть, взять предмет, ударить. Вообще ударить по-хорошему. Можно было бы другую кнопку назначить. Ну ладно. Есть кто? Есть кто, говорит Леня. Ребята. Выходите. Так. Добрый вечер. Уважаемые. Смотри, какая реалистичная графика. Прискинь. И как это нормально они сделали, что игру очень круто оптимизируют. Что это такое у нас с тобой? Какое-то... Походу... Что написано? Сиа Серса и Ел Джоисио. Похоже, что... Какой-то кол осиновый. Кому-то надо в грудь вбивать. Наверное, здесь будут вампиры. Я так понимаю, кто здесь еще может быть. Я посмотрю, ребят, что будет по громкости. Если громкость будет слишком тихая в этой серии, то нам с вами необходимо будет громкость просто подприбавить, а потом... Потому что что-то мне так кажется, что здесь может быть слишком тихо будет игра, поэтому нам с вами надо будет громкости добавить повыше. Ну что ж. Что у нас с вами здесь? Так. Ну-ка. Ага. Нужен ключ. Замок заперли. Можно было бы, конечно, этот ключ бы сломать и взломать. Бачками все в плесень и охренеть. Как вы такой виноград идите? И без того, что ты с винограда драстать будешь, так он еще и... Весь еще и просроченный. Ток-ток-ток, уважаемые. Есть кто дома? Дверь скрипит. Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Вдруг все ленее стало теперь. Все ясно стало Лене теперь. О, здрасте. Уважаемый. Хрена он? В бельмочи-то... Он, походу, в бельмосе залил. Видал, у него глаза красные. Простите, что я беспрос... Уважаемые. Извините, пожалуйста, что... У вас не спросили, что вы там суп с котом готовите. Буско, он полиция. Еще, суй, полиция. Здесь не проходил... Отец! Да, бесполезно, походу, он сейчас спрашивает. Он там суп, короче, с котом готовит, походу. Ой. Нет, похоже, что он готовит суп с ментом, я так понимаю. У него там... Это наш мусорок. Ох, а ну-ка, ты че, слышь, падла? Дядя Боря! Ребята, звоните в скорую! У дяди... Ну, эти нахрен с ноги! У дяди Боря, кажется, белая горячка настала. Дядя Боря что-то охренел, походу. А-а-а! Человек что-то орет. Увидел поплату за ЖКХ, походу, за предыдущий месяц. Ключ от охотничьего домика. Ну, ясен хрен, когда ты увидел. Вот у нас с тобой суп с ментом, походу, заготовили, да? Нарезали мента. Есть суп с котом, суп с ментом. Или кто это такой? Ну-ка, батюшки мои, кошку приготовили. Так вот, где, оказывается, шаурму-то делают. Или кто это? Кролик или кошка? На кролика похожи. На кролика и на кошку. Кроличья кошка, ну-ка! Так, это нас с тобой можно было бы забрать, спасть, нажать. Национальная полиция. Марио. Хрена, это один из братьев Марио, ты прикинь? Фернандес Костяно, офицер. Костянос, Костян! Костя! Костя, брат Марио. Это, походу, два брата Марио, оказывается, были-то из полиции у нас с тобой. Так, что у нас с тобой там? Ну-ка. Так. Подождите, ладно. Погнали, сейчас мы мужика будем спасать. Мужик, я иду! Несы! Сейчас мы тебя спасём! Ты где там? Ну-ка, включай фонарик. Во, какое реалистичное освещение. Ты прикинь, это же трассировка лучей! Радиопомехи. Кто-то включил, походу, радиомаяк. Потому что у нас с тобой радиопомехи. Какие у нас с тобой капканы кругом валяются. Батюшки, какой-то прям... Какой-то... Подварчик БДСМщика. Прям целый. Ну-ка. Так, ну-ка, шторочку давайте отодвинем. Эть, что там у нас с тобой за ширмочка прячется? Радиопомехи. Что там такое? Что там? Что здесь такое? Темнота, что-то не видно ни хрена. Радиопомехи. Приём, мужик! Батюшки мои! Лежачий полицейский! Прикинь! Мужик, ты как? Что у тебя с глазами? Батюшки мои, у него внутричерепное давление повысилось. Мужик, я тебя спасу! Понял! Понял! А! А! Чё он там? Провалился тоже поссать, походу, пошёл. Куда ты в яму упал? Ну, типичная таёжная деревня. Чё ты удивляешься-то? Нас с тобой. Мужик, я тебя спасу, мужик! Подожди, только не умирай! Лежачий полицейский! Сейчас мы его спасём! Что это? Гортанные щелчки. У кого-то гортань щёлкнула, походу. Охренеть! Батюшки мои, ты что, отец? Звонить в скорую! Кто-то бельмо залил! Ты чё, дурак? Успокойся! Всё, спи, отдохни! Проспись, отец! Дурачок! Скорее нам нужно нашего с вами... Лежачего полицейского спасти! Ой, здрасте! Ток-то-что, говорит? Кто ж дикс-да? Сейчас мы ему кроволола принесём, чтобы внутричерепное давление понизить. Погодите! Акарабло! На тебе, собака! Успокоились! Акарабло! Акарабло! На тебе! Всё, как мы тебе нурочком-то по шеям прошлись. Всё, успокоились. Акарабло! 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 Побежали! Итак, сейчас, ну-ка, мужик, подожди! Ну-ка, чё у нас с тобой здесь? Давай посмотрим. Батюшки мои, зелёная трава, это ж подорожник! Пойдём мужику подорожник приложим. Надо же его как-то спасать. Хотя ладно, хрен бы с ним, оставим лучше себе. Не дадим мы тебе, мужик, прости, корвалола. Пускай лежачий полицейский остаётся дальше лежачим. Ну что? У нас с тобой остался только один патрон. Чё там у нас с тобой? Ну-ка, закроем дверь правильно, чтобы к нам никто не зашёл. В гости, на всякий случай. Чё здесь? О! Какая-то карта! Валабоб какой-то написано. Валалоб. Так называется деревня, походу. Валалилоб. О, лалебоб называется у нас с тобой. Зуки в изопарации. Гнездо. Гнездо. Это Кондор-1. Гнездо, это ворон. Залетаю в твоё гнездо. Дочь президента Орлёна. Дупло, надо было назвать. Скорее всего здесь. Орлёнок. Так разведка не ошиблась. Орлёнок. Орлёнок, это же вообще детский лагерь, так называется Орлёнок. Возможно, она... В СССР. Поняла. Сейчас посмотрю. Орлёнок. С местными что-то случилось. Ну, чё с местными? Чё с... Ой, батюшки мои. Ох ты, матерь божья. Как фильм с этим был. Помнишь там, когда там вылезал этот мужик? Ой, батюшки мои. Это бомжи... Короче, друзья, походу. Дядя Боря, походу, пришли. Который бельмо залил. Они решили с ним выпить вместе, но, к сожалению, дядя Боря умер от белой горячки. Простите, ребята, но выпивки вам не досталось. До свидания. Всё, не надо мне так смотреть своей кривой косой мордой. Извините, но, как говорится, сегодня не ваш день. Так что я с вами бухать вместе не собираюсь. Да его друзья бухарики пришли. Тот-то помер. А это, читай. У нас с тобой... Хотя это тоже помер. Так, а чё у нас с тобой с ССР происходит? Слушайте, я посмотрю, потом я сравню яркость. Я вижу на правом мониторе, у меня как будто яркость меньше. Попробую одну такую фишечку. Я проделаю кое-какую. Я у себя подбавлю яркости, если вдруг окажется слишком темно. Я просто... Значение СДР у моего этого... ОБС-ки моей выкручу, как я это до этого делал. У кого-то месячные, походу, открылись. Кровавые. Всё это дело у нас потекло по мосту. Как бы вообще нехорошо. С собой-то надо прибираться. Или это виноградный сок, хрен его знает. Томатный виноградный сок. Ну-ка. Вороны летают. Так, чё у нас с тобой? Всё заперто. Так, ну-ка. Ворона. Не каркань, хрена. Сейчас я с ноги тоже так же в морду заеду. Так, перезарядка. Хорош. Десять, дробь два. Плюс один. Чё это значит? Не понимаю. Плюс один. Очень странно, как-то указано с тобой обойму. Ну ладно. Ну а нахрен. Два пороха мы с тобой взяли, правильно? Чтобы заготавливать, так сказать. Потом, если что, можно было смешать и сделать классную бомбёжку. В меню изменить кейс добавлю новый кейс. В меню изменить кейс добавлю новые украшения. Меню хранишь добавлено особое оружие. Всё с тобой давали. Головолом. Охренеть. Давай головолом с тобой заберём. Я возьму, пожалуй, страж вместо этого говна. А можно как-то мне... Ну, просто какое-то бонусное оружие нам с тобой дали. Походу, за Deluxe Edition, я так понимаю, нам с тобой это дело дали. Так, изменить кейс. Мы с тобой повесим украшение. Украшение надеть слева, чё даёт. При 30% бонус при создании патрона для пистолета. И вот возьмём 15% скин-целечения при помощи подорожника. Давай, вот это тоже мы с тобой наденем в центре. А, и справа потом тоже что-нибудь наденем. С тобой третье какое-нибудь патрона для украшения. Повышенная вероятность найти патрон для пистолета. Повышенная вероятность найти песеты. 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 Так, пересохраняемся. Ну и, собственно, ребятушки, глава 1, обычный режим, деревня, путь деревни, идти к озеру. Ну что ж, а это пока что всё. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказывать друзьям огромное. Спасибо за внимание. До встречи, скоро себе приключаюсь. Огромное количество гайдов, футболевых, крутых, может идти мне на канале с вами вашей ранг. До новых встречи, приключайтесь. И пока-пока, ребятушки. Скоро увидимся. Ча-пока. Субтитры сделал DimaTorzok